Это техника золотного шитья. Вышивка проводилась металлизированной нитью. Раньше использовали золотые и серебряные нити, но позже начали удешевлять нить и вплетали всего 2-3% золота и серебра. Поэтому такая вышивка уже носила название золотного шитья. Русский народный поток конца 19-го, начала 20-го века. Такой раритет Крымский этнографический музей приобрел к своему 27-летию. Богатый узор, красивая кайма – все в народных традициях. Для нас, для музейщиков, она интересна больше тем, что ее можно было носить двумя способами. Первый способ – это тесемочки, которые пришивались, ни в коем случае не уголками завязывались, а тесемочки, которые пришивались изнутри, они завязывались под подбородком. Это классический способ ношения косынки. А второй способ – тесемки завязывались, создавая шапочку на затылке. И в обоих этих случаях красивые углы косынки не спадали с плеч на грудь, показывая все богатство этой вышивки. В этом году музей закупил целую коллекцию историко-бытовых предметов народов Крыма. Пряжки, молитвенный футляр, декоративная полотенца и коллекция головных уборов Нижнегородской и Воронежской губернии. Здесь представлены техники литья, чеканки, выполненные из, предположительно, серебра, с использованием полудрагоценных камней и вставок из стекла. Данные предметы носили не только эстетический характер украшения костюма, но и являлись оберегами. Эти традиционные обереги цилиндрической формы, прямоугольной, треугольной. А Крымская таможня подарила старинную книгу «Полный русский песенник» – печатное издание 1908 года. На протяжении всей истории развития Крымский этнографический музей уделял особое внимание сбору экспонатов. Фонд пополняется из многочисленных поездок и экспедиций. А более 90% коллекции музея – это вещи, переданные в дар. Вот и сегодня, в преддверии дня рождения музея, крымчане передали на хранение старинное эстонское пианино. Вот это пианино и было привезено из Эстонии. Очень уникальный инструмент, которому в Крыму нет равных, потому что оно изготовлено на Западе, в Эстонии. И оно еще в рабочем состоянии, на нем можно играть и петь эстонские песни. Сейчас Крымский этнографический музей – одно из ведущих учреждений Крыма. Его коллекция насчитывает более 14 тысяч предметов. Крымский этнографический музей обладает большой коллекцией экспонатов, отражающих культурную мозаику полуострова. Экскурсии по его залам всегда превращаются в этнокультурное путешествие. Здесь можно увидеть образцы вышивки, предметы быта, ювелирные украшения, изделия из кожи и дерева. Культурное учреждение открылось в 1992 году. Вот уже много лет его сотрудники активно проводят собирательные, выставочные и научно-исследовательские работы. Самой масштабной экспозицией этого года стала коллекция «Наследие народов России» и «Шелковый путь». На ней представили более 400 произведений декоративно-прикладного искусства от Южной Сибири до Северного Причерноморья. Мы планируем у себя расширить, показать ассирийцев, показать турок, наших соседей, тем более турецкое влияние, оно на Крым было в различные исторические периоды, значительно. И, наверное, еще одно достижение экспозиции, что мы покажем отдельный зал по русской культуре. То есть это будет зал более 100 квадратных метров, где будет показана городская культура, сельская культура русского населения именно в Крыму, традиционный костюм. Мы будем, например, говорить и будем показывать духовную культуру, мы будем рассказывать о старобрядцах, которые это единственное, например, село-курортное Ленинского района, где они компактно проживают до сих пор, то есть их проживают предки. И вот все мы будем показывать. Еще раз повторяю, это впервые. Культурные ценности, которые сегодня пополнили фонд учреждения, также найдут новую жизнь среди других музейных экспонатов.